Лидирующей сферой российской экономики по праву считается отрасль нефтедобычи. Безусловный флагман отрасли нефтедобычи в стране – компания «Роснефть». Так как «Роснефть» не просто АО, а так называемое публичное АО «Акционерное общество», то его акции общедоступны. Основной владелец ее акций у АО «Роснефтегаз» – это государственная структура, и в ее руках более 69%. Вторая по величине доли в кармане у «Бритиш Петроулиум». Остальными акциями владеют физические лица. Но перед тем, как инвестировать в нее деньги, ее нужно изучить. Контрольный пакет компании принадлежит государству. Это является серьезным гарантом ее стабильности. Перспективная компания, которая активно развивается. Самая крупная среди конкурентов. Наибольший доход «Роснефть» получает от разведки и разработки нефтяных месторождений на севере РФ на ее арктическом шельфе. Компания активно добывает и продает добытую нефть. Однако полезной будет информация о том, что эта нефтедобывающая компания активно проводит геологоразведку и разработку месторождений нефти за пределами РФ в Центральной Америке и Средней Азии. «Роснефть» принадлежат 11 нефтеперерабатывающих заводов с хорошо развитой логистикой и проверенными рынками сбыта, часть заводов находится в Европе. Только операционная деятельность «Роснефти» в последние годы составляет свыше 900 миллиардов рублей в год. А общий доход больше 4,5 триллиона рублей. ТОП-7 крупнейших компаний России на 2018 год по сумме полученной чистой прибыли. «Газпром», «Клукойл», «Кроснефть», «Сбербанк России», «РЖД», «Группа ВТБ», «Сургутнефть и ГАЗ», «Магнит», «АК Транснефть», «Х5 Ритейл Групп». Из вышеперечисленного списка видим, что компания «НКроснефть» – одна из самых выгодных в инвестиционном плане компании России, а на третьей по размеру чистой прибыли. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Стабильность акций компании – причина того, что они возглавляют список самых ликвидных акций на рынке. Свободная котировка акций на московской бирже продолжается с 2006 года, и общее количество акций, выпущенных за эти годы – около 10,5 миллиардов штук. Самый простой и популярный способ приобрести их с помощью брокера. Если вы частное лицо, то вам понадобится брокерский счет, для его открытия нужно обратиться к брокеру. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Он даст всю нужную информацию о порядке торгов, откроет для вас брокерский счет, правильно составит договор с продавцом акций. Но это не единственный способ приобретения акций. Акции компании можно приобрести в Сбербанке. При посещении финансового учреждения сотрудник банка даст подробную консультацию. Онлайн-магазины реализуют ценные бумаги. На каких же биржах происходят торги по акциям компании? На московской бирже. На лондонской бирже. Физические лица могут приобрести акции на биржах Москвы и Санкт-Петербурга. Дивиденды выплачиваются по решению общего собрания акционеров по представлению Совета директоров. При этом решения принимаются исходя из данных финансовой отчетности за прошедший год. В работе Совет директоров руководствуется общероссийскими стандартами в сфере финансовой отчетности, которые базируются на соответствующих международных стандартах. 35% от чистой прибыли. Минимальный уровень выплат. Платятся проценты от прибыли два раза в год. В этом 2017 году Общее собрание акционеров по представлению Совета директоров принимало решение о выплатах дивидендов за 2016 год. Итог. 5,98 рубля за единицу акции. А общая сумма, предназначенная для выплаты дивидендов, составила 63 377 миллионов рублей. Россия является одним из основных поставщиков нефти на мировой рынок. А Роснефть лидер на российском рынке нефти. При этом соразмерность риска и прибыли имеют крайне выгодное соотношение. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Можно с уверенностью утверждать. Приобретение акций Роснефть и правильное инвестиционное решение. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.